Дима Митрофанов А в Череповце сколько было боев и с кем? В Череповце я провел два боя. Первый бой я провел с первым номером в России. Ты выиграл чисто у меня по очкам или нокауту? Я выиграл одну очку у него. Бой был очень тяжелый. Победу я выиграл практически в третьем раунде. Когда собрался и дали советы опытные тренера Джиганчин. Между нами, если честно, что за совет был? Подсказали более правильно вести тактику боя. И у меня получилось. В третьем раунде сил уже не хватает. Не до тактики, по-моему. Ну это как сказать, боксер не только умеет быть килограммами, но он еще и умеет думать. В финале был у меня соперник чемпион Европы в 93-м году. Я выиграл нокаут во втором раунде. Яркая победа Дмитрия. Еще один повод рассказать о деятельности спортивного клуба «Кредо», который последовательно и методично прибавляет и в мастерстве, и в профессионализме. А главным подтверждением моих слов может служить тот факт, что ежегодный турнир по боксу памяти Евгения Алиханова, это кровное дитя «Кредо», ныне проходил под знаменем первенства вооруженных сил России. Во-первых, я бы, наверное, хотел заметить его физические качества. Они с тренером, с Константином Александровичем. Все лет, все три месяца бегали кроссы вокруг банок. Занимались УФП. Во-вторых, ну, наверное, это, конечно, дух. То есть наш кредовский дух, если так можно сказать. Вы ждали, что именно вот сейчас, вот в январе, в декабре он выстрелит? Ждали, но не были до конца уверены. Ну, бокс есть бокс. Согласитесь, не каждый председатель совета директоров станет лично тренировать спортсмена, который отношение имеет к этому совету лишь опосредованное. Но если председатель сам бывший боксер, а один из видов деятельности совета – помощь спорту, то это меняет дело, не правда ли? Вы спускаете в мир 17-летнего парня, который умеет очень хорошо драться, но с неокрепшей душой. Ответственность чувствуете? Да, однозначно. Дело в том, что вот свои 17 лет, вот на самом деле, сейчас на него уже свалилось и бремя славы, бремя известности. Ну, его показы по телевизору, его фотографии на первых полосах газет, во-вторых, то, что он работает в Кредо, ну, даже непосредственно со мной его видят, знают. Это тяжело, 17 лет, нести, знаете, проверка на медные трубы. Когда я его вижу 24 часа в сутки, поэтому мне, в принципе, очень хорошо знакомы здесь на человеческие качества. Цель устремленности, порядочность и доброта. У нас есть возможность показать, как все это было. База отдыха студентов Горно-Митургической Академии была предоставлена в аренду боксерам Кредо еще и потому, что ребята эти, чистые душой и здоровые телом, смогли очаровать обоих ректоров крупнейших вузов магнитки. В то время, когда разрушается художественная самодеятельность, разрушается спорт, нет средств даже выехать на соревнования, и вот участие фирмы Кредо в таких делах, вот их спонсорские поддержки, конечно, это великое дело. Мы вот сейчас готовим документы по попечительскому совету, я вам могу их показать. Так вот, я прошу дать согласие фирму Кредо принять участие в работе этого попечительского совета. Спорт – не только способ физической закалки, но и морально отдушина изредство спасения от улицы нынешней с ее волшим моралью, развратом и преступностью. Так что Кредовцы спортивные клубка ряда делают сегодня объективно великое историческое дело на маленьком уровне. спасают сотни и тысячи детей, сотни молодых душ от тех пагубных явлений, которые несет улица. Консолидируют детей, объединяют детей и растят здоровым нашим.